Русско-византийской войной называют легендарный поход киевского князя Олега Вещева на столицу Византийской империи Константинополь. Поход широко известен потомками предков Киевской Руси по фразе «Вещий Олег прибил свой щит на вратах Царьграда». Однако, данный набег не упомянут ни в одном византийском или ином источнике, кроме древнерусских летописей. Византия Командующий ее войском был Лев VI Мудрый. Основным врагом Византии в этот период времени были аббасиды, наступавшие в Малой Азии на византийские владения и совершавшие морские набеги с юга. Византийский флот не мог противостоять арабской флотилии. Воспользовавшись слабостью империи, в том же 904 году болгарский царь Симеон I отнял часть земель у Византии, которая откупилась ежегодной данью. В Европе в начале 10 века появилась новая сила – венгры, которые осели в Паннонии, разгромив славянское государство там Великую Моравию. В скором времени европейские хроники заполнятся сообщениями о набегах венгров на соседние страны. Но в начале 900-х годов они представляли угрозу прежде всего болгарскому царству, и византийская дипломатия пыталась натравить венгров на Симеона I. Вернемся же к Руси. Ее жители, русы, уже давно нападали на Константинополь, например, в 860 году. Но после этого никаких конфликтов с русами у византийцев не было. Однако в 905 году соперничество разгорелось с новой силой, и византийский император Лев VI заметил, что так называемый враждебный народ, имея в виду русов, использует небольшие быстрые корабли для нанесения мелких атак на греческую гавань. Киевская Русь. По данным повести временных лет, Олег призвал славянские и финно-угорские народы и привлек их к походу. Говорилось, что пошел Олег на греков и взял с собой множество варягов, славян, древлян, северян и хорватов, да пошел с ними всеми на конях и кораблях. Кораблей было 2000, князь подошел к Царьграду, а греки замкнули свою столицу. Потом Олег решил с моря наступать на город и начал воевать. И много убийств сотворил в окрестностях города. А затем в описании похода начинаются легенды. Олег поставил свои корабли на колеса и при попутном ветре двинулся по полю к Константинополю. Испуганные греки запросили мира, но Олег не принял предложения, хоть и выдвинул свои условия для него. И согласились греки на его условия заплатить по 12 гривен каждому воину, осуществить отдельные выплаты в пользу князей Киева, Чернигова, Переяславля, Полоцка, Ростова, Любича и других городов. Новгород не вошел в этот список городов. Помимо разовых выплат, на Византию была наложена постоянная дань и заключен договор, регулирующий пребывание и торговлю русских купцов в Византии. После взаимных клятв, Олег повесил в знак победы щит на воротах Царьграда, затем приказал грекам сшить паруса. А по возвращении в Киев с богатой добычей, народ Олега прозвал вещем. Хотя сами легенды могут и не соответствовать исторической реальности, но они свидетельствуют о том, что поход был, хотя развивался видимо по-другому, чем его описывает летопись. Датировку похода подтверждает и динамика византийско-болгарских отношений. В 904 году болгарский царь Симеон I совершил поход на разграбленные арабами Фессалоники, пытаясь расширить свои владения. В 910-911 годах он собирается начать войну с Византией, но начнет ее лишь в 913 году. В качестве одного из сдерживающих факторов по отношению к болгарам, византийцы использовали флот русов. Итоги. А они следующие. Киевская Русь одержала твердую победу над Византийской империей, наложила дань на греков и заключила первый в своей истории торговый договор. Также, что немаловажно, сражавшихся русов было аж 80 тысяч, что на то время было невероятным количеством. К сожалению, данных об армии Византии в этой войне нет. Также и нет информации по погибшим и раненым в войне. Ну а чего мы хотим? Это был 10 век. Подведение статистических данных в это время было трудоемким занятием.